Больше 7 тысяч тонн снега вывозят за минувшие выходные. В первую очередь очищают основные магистрали. Из-за плюсовой температуры снег активно тает. Чтобы на дорогах и во дворах не было луж, рабочие бригады прочищают ливневую канализацию. Туда, где нет ливневок, направляют дополнительные бойлеры, чтобы откачивать воду. Важно не только убирать снег, но и следить в целом за чистотой города, подчеркивает в понедельник на совещании глава Самары Олег Фурсов. Особое внимание остановочным павильонам. Их должны очистить от рекламы. Приведут в порядок урны и контейнерные площадки. Теплая погода обнажила и ямы на дорогах. Дефекты экстренно устраняют еще с начала февраля. Скоро к работе подключатся и подрядчики, которые в прошлом году занимались ремонтом. Нарекания есть по 25 участкам. Все недочеты должны устранить до 20 мая. Здесь, Владимир Андреевич, нужны графики согласованные. Давайте их в правительстве опубликуем. Когда подрядчики выходят по ремонту этих дорог, чтобы у нас четко была ответственность. И граждане видели, что эти дороги будут восстановлены. За сутки ремонтники восстанавливают более 600 квадратных метров дорожного полотна. С 1 марта ямочный ремонт будут вести сразу 5 бригад. Такие цифры озвучивают в субботу. Глава города созывает внеплановое совещание с главами районных администраций. Его основная тема – то, как управляющие компании убирают снег и лед. Сейчас почти все выходы из подъездов расчищены. Но когда уже весна на пороге, нужно менять график работы дворников. Не надо сегодня вытаскивать в 6-5 утра или в 7 утра. Если там, где есть обледенение, вышел с солью покидал и ушел. Выводить его надо с 12 часов и работать до 19, когда все оттаяло, чтобы этот лед убрать. Отдельный вопрос по управляющим компаниям, которые обслуживают дома сразу в нескольких районах. На практике угнаться за двумя, а то и тремя зайцами у них не получается. Снегоуборочную технику перебрасывают из одного района в другой, а качество очистки дорог страдает. К таким трансрайонным коммунальщикам предъявят жесткие требования. К началу следующей зимы составят список, сколько дворников и техники необходимо в каждом районе. И это станет условием лицензирования. Либо мы заставляем работать управляющей компанией, так как нужно жильцам и горожанам. Либо мы ставим там свои муниципальные предприятия. И порядка будет гораздо больше. Как показала практика, в тех районах, где на смену частным коммунальщикам пришли муниципальные управляющие компании. И снег убирают теперь лучше, и проблем гораздо меньше.